да давайте наш семинар продолжает свою работу семинар дом языке и культуры я очень рад и сегодня программе нашего семинара это три пункта это в первую очередь доклад Вячеслава Всеволодовича дом в языках и культуре народа Древней Азии потом моё небольшое сообщение Малая Азия потом моё большое сообщение связанное с путешествием дома и в конце мы презентируем сделать небольшую презентацию рубрики которая носит такое название дом в языке и культуре эта рубрика вышла в научном комонархе традиционной культуры вот и до октября месяца у нас планируется кроме сегодняшней еще две встречи значит 29 июня будет в рамках нашего семинара выступление доклад профессора Университета Юст Ван Бака дом в поэме лестницы Марины Цветаевой и еще в 3 часа начало в 3 часа вот объявление еще будет и рассылка тоже будет и еще одна встреча у нас будет наверное в конце сентября начале октября но там возможно будут какие-то даже и новые доклады в том числе полевое сделание потому что в субботу я уезжаю в новую экспедицию нашу группу студентов на частности на север Байкала потом будет у меня неделя в Китае где продолжим изучение русского дома в Китае я буду кратко обозревать то что сейчас мы знаем роли дома как элементы материальной культуры и духовной культуры религии по последним открытиям в области древних культур Малой Азии значит основные наиболее интересные данные новые связаны с исследованиями турецких археологов которые обнаружили несколько центров древней культуры второго тысячелетия до нашей эры в разных местах Турции это все центры хетской хурицкой и хатской культуры то есть вот соответственно документы написаны на индоевропейском хетском языке на видимо если вы мне верите западно-северо-кавказском хатском хотя может быть он и принадлежит какой-то нам неизвестной ветви такой промежуточной между западными и восточными языками и хурицкий которые по диакону и диаконовой старости но может быть восточно-северо-кавказским вот это три языка на которых находятся тексты которые я буду упоминать наиболее интересные тексты по-прежнему как и в предшествующих находках это двуязычные хатские тексты с хетским переводом билингвы в основном это строительные ритуалы и сейчас их много я в свое время напечатал некоторые статьи где занимался исследованием тогда известных такого типа строительных ритуалов но с тех пор их количество увеличилось такой есть турецкий исследователь свой сал он между прочим был в прошлом году в москве летом на встреча астереологов международной он довольно много напечатал и печатает сейчас исследование один и в соавторстве с на другими учеными турецкими по поводу вот этих новых находок значит что там интересно прежде всего в смысле места находки значит до недавнего времени мы знали только архив хетских царей в богоске или то что сейчас бога скале в ста километрах от анкары на это архив царей ну документы начинаются с 17 века но некоторые из них как мне кажется переписаны более древних но это пока не ясный вопрос но в случае датированная текста 17 16 веков и последующие новые хетские текста хацкий по-видимому был языком сакральным и употреблялся в очень ограниченных коллективах но все-таки некоторые жрецы и песцы по-видимому владели этим языком я вот с айсалом обсуждал это и в переписке и когда мы встретились на он склонен думать что поскольку вот провинциальных центрах которые сейчас обнаружены довольно много хацких текстов все-таки трудно предположить что мертвый язык настолько распространен был по всей территории империи но должно говориться что это в основном именно тексты строительных ритуалов поэтому если хацкий язык и широко распространен то преимущественно вот в текстах относящихся именно к тематике нам близкой но сейчас этих текстов довольно много они отчасти дублируют ранее известные там есть некоторые новые слова поэтому сейчас общий лексикон хацкий существенно вырос ну и некоторые связанные с этим открытие думаю важны для истории культуры но самый интересный факт это то что хацкий вот этот древний язык видимо все таки язык третьего тысячелетия в древней малой эре он по-видимому содержит некоторое количество очень ранних семитских заимствований что представляет конечно очень большой интерес для изучения всего этого ареала и соотношение между языками вот это то что я хотел сказать по поводу на этих новых открытий а теперь я перейду сначала я кое-что скажу по поводу словаря а потом скажу немного относительно строительных обрядов как сейчас мы их можем себе представить ну прежде всего само слово дом по предположению которое принято многими учеными на название дома это культурный миграционный термин который распространился на очень большой территории от древнего египта до кавказа но если это так то миграционный культурный термин древний по видимо нарушает некоторые установленные законы соответственно то есть мы не можем здесь говорить там закономерном родстве скажем хурийских форм и современных северокавказских а это осложняет ситуацию так что может быть мы и не должны слишком преувеличивать но некоторое соответствие все-таки безусловно значит первое и самое интересное это древнеегипетская пар дом которые вы все хорошо знаете потому что это то слово от которого происходит имя фараона значит этот дом но почти во всех языках которые мне известны в этом ареале вот в ночь египетский это как теперь мы знаем начинаются тексты с точная довольно дата 3400 сейчас сильно удревнилась дата ранее древнеегипетских текстов так что начиная с этого времени и дальше дом это одновременно дворец иногда в комбинации дворец царя иногда в комбинации большой дом простите меня я не хочу такие слишком современные ассоциации вызывает но именно так называли дворец царя большой дом и это слово ну значит в египетском как вы знаете не очень ясная проблема гласовки то есть какое какой гласный и тут как раз данные древних языков малой азии оказывается интересными вообще все-таки поразительный факт но несомненно что все древние языки малой азии так называемые анатолийские языки северные и южные сейчас мы их насчитаем почти 10 на все эти языки имеют это слово форме очень близкой к египетской то есть первые две фонемы такие же как в египетском что касается гласных то ситуация там довольно сложная потому что начиная с древнихетского именительный винительный падеж пир а косвенные падежи образуются от основы парн причем вы понимаете что это чередование древнее европейское чередование гетероклитического типа то есть получается такая вообще поразительная вещь что это древнее заимствование настолько древнее что она успела попасть в парадигму вот этих архаических европейских имен среднего рода которые бен винист разбирал в своем замечательном исследовании которую сейчас мы можем читать по-русски европейское именное слово образование это единственное слово в этой группе которая обнаруживает такую большую древность само это открытие сделано гениальным человеком который постепенно сейчас обнаруживает свою гениальность много лет после смерти это эмиль форрер такой довольно несчастный полу немецкий полушвейцарский хитолог который ругался со всеми возможными немецкими хитологами со всеми перессорился не был при жизни признан уехал в южную америку по-видимому был близок к сумасшествию напечатал довольно много совсем странных сочинений к концу жизни но мы как раз недавно обсуждали вот с крупнейшими современными хитологами что все таки бесспорно что это был гениальный человек сейчас вышла довольно интересная книга о нем форрер и он автор замечательной статьи которая была напечатана в журнале азиатик по-французски в тридцатом году значит семьдесят девять лет назад где он уже указал на это соответствие на несколько других не менее удивительных соответствий между языками древнего востока поперек установленных границ между языковыми семьями значит что поразительно в этом соответственно что это египетская древнеегипетская ну продолжающийся в копском а это слово есть во всех анаталийских языках причем преимущественно над основы косвенных падежей образуются производные в других анаталийских языках в том числе в языках уже классического времени лидийском и и кийском и других которые сейчас начинают становиться известными значит то что связано с домом и дворцом все было связано с этим словом поскольку я вам упомянул название дворца я скажу что по-хетски то что писалось логографически то есть ну иероглифически как эгал значит это шумерограмма это дом шумерский а это шумерская гал большой ну как лугал этот сайт да лу это человек гал этой великий значит большой дом само слово сали тоже между прочим интересно с точки зрения потому что у него тоже есть шансы быть общим для анаталийских языков и афроазиатских включая значение большой великий царский ну прибавляя это салли к разным названиям относящимся к дому можно получить название связанные с дворцом я не для того чтобы вас насмешить или эпатировать но просто для того чтобы было видно что это систематизм значит целый ряд таких фразеологизмов есть термин обозначающий выгребную яму уборную есть специальный термин с этим салли по поводу царя а между прочим это совсем не случайная вещь потому что у царя все его поступки связанные с его телом были регламентированы они имеют большое социальное значение поэтому есть специальные ритуалы где описано значит вот возможности экскрементов царя связано с с домом в верхней части хатусаза столицы и в нижней части и описано что именно он может делать в верхней части что может делать в нижней части знаете я может быть не обратил бы на это большого внимания у меня был такой интересный случай в моей собственной жизни когда я был депутатом в этом большом съезде в конце горбачевского времени мы небольшая группа депутатов протестовали против путча и поэтому когда горбачев вернулся из фороса меня еще одного депутата просили приехать горбачева мы приехали он был очень занят естественно только что прилетел у него там был примаков еще какие-то личности которые потом появились и мы сидели очень долго и простите меня но значит оказалось что мне нужно посетить вот это заведение мне секретарь сказал что я могу пойти со мной пошло два конвоира и я понял что посещение этого места в Кремле происходит всегда в сопровождении некоторых особых лиц то есть тот факт что что руководитель государства связан некоторыми условностями вплоть до вот этой вполне интимной стороны его физиологической жизни это такой поразительный факт но он продолжается до нашего времени я подумал что все таки очень трудно быть правителем государства ни секунды вы не остаетесь один даже в такие минуты что же делать но так или иначе значит это салли фигурирует везде в названиях дворца разных частей разных частей дома которые могут принадлежать царю и в этом случае в идеограммах они обозначаются вот этим а в хетском выражении фонетически салли из проблем которые возникают с этим словом я отмечу несомненность его наличия в хурицком в форме пур может быть у хотя вы знаете в этом типе клинописи иногда ур пишется как уру но определенно пуру ли дело в том что во многих текстах встречается именно в клинописной передаче хурицкого комбинация как передача некоторого сонанта в частности имя самих хуритов хуру ну они упоминаются в хатском с префиксом множественного числа мужчин хури ты будет ва хуру поэтому дом видимо читался как пурл это хурицкое в хатском дом будет вэл чередование пв в хатском вполне регулярно это что-то типа такого передвижения согласна но вот проблема л и рл она в общем не выяснена повторяю что поскольку это миграционный термин конечно мы не обязаны строго следовать фонетическим законам но все-таки я не могу сказать что эти соответствия укладываются в какую-то понятную для меня схему но по-видимому все-таки это одно слово что касается возможных соответствий в других языках их очень много и в афразиатском то есть вполне может быть что это термин дома вообще для очень широкой территории древних цивилизаций ну один из главных терминов какие другие термины мы знаем вот из этих документов менее широко распространенные но все-таки имеющие соответствие в разных языках мы знаем термин относящийся к лесу из которого делаются деревянные части дома и этот термин безусловно общий для для ряда северокавказских языков и для картвельских языков ну и понимаете что опять же поскольку это явно не исконный термин хотя бы в одной из двух групп то опять очень большое вероятие что это миграционный термин в хатской форме он выступает в виде ци цихер или цихир который очень простите пожалуйста алло я еще говорю хорошо форма очень похожа на сванскую вы знаете что это такая странная не очень понятная ситуация сванский язык вообще очень загадочный он внутри картвельских все таки очень сильно отличается от всех остальных но в нем есть некоторое количество слов которые указывают на прямые связи с древней малой знаете самая поразительная вещь это то что там есть соответствие имени бога плодородия талипина в сванских ритуалах я потому об этом говорю что мы сейчас перейдем к ритуалам и очень конечно интересно вся сванская лексика которая может быть связана с ритуальной вот это обрядовое название того дерева из которого надо делать хороший дом или хороший дворец реально тексты которые мы сейчас в большом количестве имеем хацкие с хецкими переводами это тексты в которых описывается строительство дворца но дворец при этом все время называется домом иногда домом царя ну вот значит в точности этим по хацки царь будет катте тоже видимо слова имеющие соответствие катте дом царя соответствие этому большому дому но наши ритуалы относятся к этому значит в ритуалах описывается лес это дерево лес из которого делается дом отдельно от этого другое слово описываются бревна описываются камни которые тоже входят в то что нужно для строительства а также отдельно упоминаются отдельные части дома потолок и крыша я перечисляю то что есть во всех вот этих текстах ритуалах то есть у нас много текстов в которых есть эти составные части дома ну и кроме того из интересных текстов подробно описывается дверь и запор причем в некоторых ритуалах с этого начинается то есть дверь и запор это как бы главное вокруг чего идет значит дом построен и надо его запереть запереть чтобы в него не входило зло то ритуалы дуалистические оказывается лес камни просто вот все что я вам перечислил включая крышу и потолок все может быть хорошим и плохим и ритуал строится таким образом практически все ритуалы которые до сих пор найдены плохое все нужно услать как можно дальше ну знаете сейчас целая литература есть о структуре и типологии заговоров и это общая черта вообще всех известных нам заговоров на разных языках и в разных культурах что нужно усылать плохое как можно дальше конкретно вот в этих текстах усылать можно в горы про горы я еще скажу это не совсем однозначная вещь усылать можно в горы то есть как можно выше и в темную или черную землю темная и черная земля это конечно очень интересная отдельная проблема для сравнительной мифологии и для сравнения этих древних языков друг с другом вы знаете похоже что ситуация очень сложная то есть внутри индоевропейских языков можно установить некоторые прямые соответствия между фразеологическими сочетаниями со значением черная земля например в греческом основа черная от индоевропейского корня типа и индоевропейской названия земли и есть соответствие этому в балтийских языках там в латышском буквально то есть просто это же самое черная земля другой же стороны во всех языках которые здесь у меня написано в италийских хурицком хатском есть сочетание темная или черная земля в каждой из групп языков свое и я недавно нашел это собственно давно написано просто мне не приходило голову там искать в сравнительной грамматике монгольских языков владимирцев одной из первых хороших скомнительных грамматик алтайских языков указано очень интересное алтайское сочетание общее для монгольского и тюркского вот с этим же значением черная темная земля то есть похоже что это какой-то архаизм тоже очень давно распространившийся по многим языкам тогдашнего цивилизованного человечества но смысл этого архаизма такой что это та черная темная земля куда нужно отправить все злое то есть это это не совсем тот цвет а это как бы хранилище всего злого и ужасного включая злоречия и так далее значит все предметы о которых я говорил включая крышу и потолок могут быть хорошие плохие и смысл ритуалов заключается в том что мы должны сделать вот этот конкретный дом этот конкретный дворец из хороших предметов а все плохие должны быть усланы вот или в горы или в черную землю и им запрещается вход в дом и для этого должен быть запор и на этом фоне очень трудная и сложно объяснимая формула это в хатском с херским переводом сделаем дом царя похожим подобным горам это странно потому что горы это то куда мы усылаем плохое но вместе с тем речь идет о том что камни которые кладутся в основу они имеют какой-то ритуальный смысл и в каком-то отношении дом оказывается ритуально эквивалентным горам но это вот сложный вопрос мне кажется что тут что-то еще нужно понять но вот буквальный перевод именно такой ну из других существенных понятий которые входят вот в этот круг внутри вот этого ареала весьма интересный термин это престол это уже касается не вообще дома а именно царя но престол вот в серии этих обозначений обозначается как большое место место по-хетски будет педан то что вы знаете индоевропейское слово имеющее греческое соответствие то есть это корень эндоевропейского пед под нога место это то куда нога становится ну потом место в широком смысле и значит большое место это престол вот в ряду там всяких больших вещей которые относятся к царю ну в хатском языке для престола особый термин который имеет потрясающе культурно-историческое значение до сих пор все-таки неразъясненное хатский термин для престола будет целат я сейчас не буду говорить какие у меня есть соображения фонетические о том как можно это там объяснить откуда эта группа цел это в конце концов не так важно хотя все-таки интересно что весь этот круг ритуалов посвящен богу цили пури и то что пури это вторая половина сложного слова безусловно то есть название престола есть основа которая есть в имя главного бога покровителя строительства ну возможно этимологии я все-таки не буду рассматривать поскольку это будет фантазия но не фантазия а реальный факт то что это хатское слово безусловно имеет соответствие которое кажется уже научной фантастикой это соответствие в этруском это главный этрусский термин который обозначает администрацию этрусского союза городов кстати этрусский союз городов мэгха имел общее название вот это мэгха которое имеет тоже древневосточное семитское соответствие в эблоидском языке то есть это несомненно этрусский перенесли при своем перемещении с древнего востока но вот паразитный факт что от этого термина образовано название государственного секретаря союза этрусских городов очень уникальное считание поэтому крайне трудно себе представить что это случайное совпадение хатского с этруским но оно до сих пор мало объяснило во всяком случае это показывает что та область о которой я сейчас говорю она видимо включала в себя этруский язык но детали я сейчас говорить не буду это вот несомненный факт а остальные уже были бы моей фантастикой значит что я хотел бы уже в заключение сказать значит мы можем твердо говорить о том что на территории древней и малой азии близких территориях ну южного закавказья но может вы понимаете там проблема с тем когда где реально жили носители северо-кавказских языков если как мы сейчас думаем и хатский и хурицкий древние северо-кавказские языки и Пучеласи утверждает я с ним все время поддерживаю связь он ездит каждый год в Уркеш в древнюю столицу хуридов он утверждает что хуридская традиция в Уркеше начинается с начала третьего тысячелетия а Уркеш находится на границе месопотами Ирака Турции и Сирии то есть где они сходятся вместе то есть исключено что если северо-кавказские языки имели первоначальную территорию где-то на самом деле на севере то в начале третьего тысячелетия пять тысяч лет назад один из этих языков мог находиться так далеко на юго-запад от этой предполагаемой территории по-видимому речь идет все-таки о языках которые были распространены южнее то есть вот этот хатский и хуридский они все-таки входят в одну область с хетским и другими анатолийскими видимо как более восточные языки но все-таки когда мы говорим что они кавказские то это термин лингвистически касающийся их генетических связей но вероятно не географически точный термин так вот на всей этой территории существует общая терминология для дома и некоторых его отдельных частей вот как дерево из которого делается дом как некоторые предметы ритуальные типа трона и существуют строительные обряды которые в большой степени совпадают во всяком случае вот в части эндоевропейских традиций и хатской то есть одной из предположительно северокавказских и возможно что такого типа ритуала были и у других соседних народов поскольку совпадают некоторые ритуальные формулы вот то что я хотел сказать я думаю что дальнейшие если тексты сейчас найденные в Турции продолжают издаваться не все еще я знаю кое-что из готовящихся к печати но по мере того как они будут сдаваться мы что-то новое будем сдавать я надеюсь что я смогу еще вам дальше рассказать спасибо спасибо за историю так Стасович надо сейчас не пустим к вопросам у меня вопрос следующий скажите пожалуйста среди всех этих текстов есть ли вы это это есть только этот бог цилипуре весь этот ритуал во всех его копиях многочисленных он посвящается одному богу цилипуре ситуация с духами и богами в херском вот это всегда объявляли что у них тысяча богов и к этому по виду надо относиться вполне серьезно меня вообще несколько поражает эта цифра тысяча дело в том что недавно найдено слово тысяча вот именно в хатском языке то есть уже в этой древней туземной неиндоевропейской культуре который повлиял на это европейскую был термин тысяча в ритуальном смысле он немножко напоминает египетский термин но не настолько чтобы я сказал что вот тоже можно предположить какое-то родство не ясно но знаете что название тысяча вообще очень такая сложная проблема потому что в большинстве известных нам древних языков группы языков имеют это слово но как вот то слово которое у нас тьма это древневосточное слово которое имеет иранские некоторые другие соответственно но но все таки очень много разных терминов для тысяч то есть тысяча возникает ну в период как бы более близкий к нам но вот удивительным образом что в этой области о которой я говорю тысяча возникает раны и богов тысяча да и мы знаем более или менее функции разных богов а кроме того есть духи но духи представьте и они фигурируют в этом в этом обряде и вообще известные мне херские духи относятся преимущественно к человеку а не к дому единственный дух о котором я могу точно сказать что он косвенно касается нашей терминологии это дух земли значит земля имеет в херском название общеиндоевропейское херское слово тэкан дагн это то что греческий хтон греческий с метатезы перестановкой термин значит это индоевропейское дхэггэхум откуда хетское тэкан дагн тахарское а ткан а в остальных индоевропейских языках оказалось что вот это сочетание дхэггх невозможно и поэтому в греческом его переставили то есть греческий поменял место отсюда получилась греческая октон а в других индоевропейских языках один из этих согласных исчез то есть есть или дхэ как например в древнеирландском или гхэ который в языках сатом типа славянских превращается в русская земля вот из второй половины здешнего теперь дух земли в хетском из этого дагн значит земля тоже именительно винительной среднего рода а дух одушевленного рода и дух будет с детерминативом божества даганципа по гипотезе очень вероятное замечательного славянского хитолога к сожалению ранее рано умершего богдана чопа это основа родственная русскому особо то есть даганципа это как бы особо земли земля персонифицированная как дух она она вот выступает в ритуалах другие слова вот это единственное слово из нашей семантической группы про которое я точно знаю что что есть дух никаких других духов внутри дома я пока не знаю может быть они где-то есть и потом появятся что мы знаем об этих духах и почему мы знаем главным образом духов связанных с человеком потому что основной миф который повторяется на всех анатолийских языках такая удивительная вещь то есть вполне можно сравнить вообще ведь мало знаем текстов написанных на разных анатолийских языках но здесь можно сравнить херцкий и лувийский и так далее основной миф такой главный бог устраивает пир и приглашены все боги одного бога забыли не пригласили и он мстит но этот ритуал повторяется очень много раз в медицинском смысле если у вас болит голова это значит что не пригласили бога по имени ханта ципа ципа вот этот а ханта это известное вам слово которое латинское анто и греческое анти европейское название лба значит бог лба бог головы не приглашен на пир и он мстит таким же образом мстит бог глаз тогда у вас болят глаза и так далее и поэтому этот миф повторяется в огромном количестве врачебных ритуалов ну и в аналогичном контексте упоминается вот этот дух земли а другие нет то есть вот может ваш вопрос может быть переформулирован таким образом нельзя ли думать что когда у них скажем говорится что в дом нельзя допускать дурной или плохой лес то это значит что это некое мифологическое существо которое так но это существо остается среднего рода не персонифицируется вот разница собственно такая довольно близкую аналогию я вижу в шуманизме но вы много едете в сибири должны это знать но если вы посмотрите скажем книжку моего сёски Иванова о скульптуре народов в сибири там очень много данных об этих фигурках которые соответствуют точно этому то есть разные болезни разных органов персонифицируются демонами разных частей по-моему в шаманизме нет также отдельных духов внутри дома но если внутри юрты но если есть тогда я не прав с огнем с огнем с огнем тут дело сложное вот почему потому что у индоевропейцев да 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 у индоевропейцев определенно были представления об огне и очаге которые они принесли с собой и которые наслоились на на то что было до них и вытеснили то есть вот то что я сейчас вам рассказываю это как за субстратная религия которая переведена была на индоевропейский хирский язык а все что касается огня и очага по-видимому это очень мощная в индоевропейской религии группа представления потому что все это в точности сохранилось от глубокой древности значит основная формула которая встречается в разных хирских текстах это термин это термин касающийся огня причем огонь выступает тоже и с детерминативом бога не всегда но может выступать это то что греческая ну и английская фаер немецкая фаер и так далее в славянских языках может быть с этим связана основа пыр в смысле пырей и так далее но в славянском другой термин для меня значит хецкая комбинация пахкурхаси огонь в очаге имеет точное соответствие воскском и умборском а сай пура си а видите то есть это только другой порядок но эта форма просто совпадает в очаге по мысли такого интересного ученого который сейчас в Индвруке работает Хайнала в соответствии этому названию хаси очаг есть и в других анатолийских языках но во всяком случае это вот все индоевропейское это не нету земное а это индоевропейцы принесли в малую азию с собой и это такая очень интересная проблема потому что вы знаете есть цикл замечательных работ Хертеля относительно иранской религии похоже что основное в иранской религии это было огнепоклонство ну вы знаете у нас очень интересный языковой материал остаток иранского огнепоклонства иранского влияния в современном русском языке знаете какое слово ватрушка потому что это то слово которое от которого происходит название Адхарваведы Адхарваведы видимо иранское заимствование очень очень древнее иранское заимствование в санскрите была очень мощная религия почитания огня которую вот описал Хертель и немножко этим занимался Нажабаев у него есть отчасти ненапечатанная работа которую я будучи его учеником мог читать он мне давал но это под влиянием Хертеля то есть основная идея заключается в том что религия огня была главной религией вот этой части эндоевропейцев которые примыкали Хетель значит интересный языковой вопрос здесь связан с интересным для нас с вами термином огонь потому что наш термин огонь родственен санскритскому огни разумеется и балтийским названием огня и латинскому и соотношение этих двух терминов очень интересно я думаю что пахур это огонь который добывался и сохранялся корень андоевропейский пахс русская пости хранить сохранять то есть это вечный огонь а другой огонь был огонь другого происхождения другого ритуального происхождения так или иначе при наличии двух разных ритуальных терминов для огня по-видимому следов архаической доиндоевропейской религии связанной с домашним огнем пока мы не можем обнаружить может быть мы что-то найдем но в текстах которые я знаю просто ничего об учении не говорится и ничего между прочим не говорится об изготовлении горячей пищи а пища в этих строительных ритуалах упоминается только молоко и творог то есть то что для чего не нужно использовать огонь не знаю это вот отдельный вопрос интересный еще вопрос пара квадрушки нашей ватры сербохорватской да да конечно и единственное обозначение огня очень и живо ватра ведь есть живо ватра как живой огонь вы знаете очень неясный вопрос с этим который явно возникло славянском и потом распространилось по всему балканскому ареалу во всех балканских языках это название огня имеет это в начальное но но его происхождение раннеславянской языке строительства изготовления пищи мы собираем дом вылепляемся а там получается что это не наоборот отрицание это что может быть очаг это что-то отдельно от этого существующего понимаете что есть некоторые культуры в которых очаги вне дома находятся и это такой серьезный вопрос думал что это тоже индоевропейская традиция но я в этом не так убежден но безусловно что это ведь и археологические данные что вполне могут быть святилища которые есть как святилища храм а очаг со священным огнем он отдельно находится от этого мы находим это так что здесь довольно много интересных проблем для совместного исследования с археологами на основании текстов и таких лингвистических данных о которых вы говорили можно ли составить словарь дома из чего он состоит у меня ощущение что тут такие только отдельные элементы то есть по этим словам мы должны знать из чего состоит дом а тут там скажем дверь запор засов камень дерево материалы а вот из чего а из чего состоит дом упоминается ли крыша окно да упоминается крыша упоминается потолок да я еще подробно не говорил о штукатурке а штукатурка имеет очень важное значение для этих обрядов потому что существенно не просто построить на каменном основании деревянный дом а существенно потом его штукатурить это большая часть всей этой работы нет потому что вполне можно составить такое слово но из текстов которые я вообще специально изучал по поводу дома я думаю что наиболее подробные слова с достаточным количеством духов как раз это то что мы знаем об айнском доме вот для айнского дома начало двадцатого века перед тем как айнов в общем истребили японцы для айнского дома есть очень детальное описание вообще говоря совершенно поразительное потому что все части айнского дома одушевленные это такой живой организм и довольно подробно описывается каждая часть дома как часть живого организма и поскольку это организм то там ограниченное количество то есть там есть сердце мозг и так далее но все это имеет одновременно анатомическое и строительное значение на человека проецируется или на живот проецируется на человека да и вот это я думаю тот случай где демоны оказываются очень важными вот в том случае когда когда имеется человека вот вопрос на который у меня пока нет ответа из того что вы меня спрашиваете это возможно ли существование демонов отдельно для дома если этот дом не очеловечен сам не знаю потому что это доганцыпо особо земли она уже очеловечена и тогда она входит в круг демонов которые вокруг человек спасибо 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 сразу переход что можно его перестислить что мы его сняти не бывает стараюсь на желтый стол вес Еще дальше поменять места вы можете? Вот это надо показывать рабочий момент, что непосредственно так плотно, плотно. Ну что, продолжаем, уважаемые коллеги. У меня такое совершенно небольшое сообщение, собственно говоря, даже такой нельзя это называть докладом, это просто эскиз. И тут я, конечно же, хотел бы оттолкнуться от мысли Вячеслава Всеволодовича о том, что дом – живой организм. Более того, без сомнения, дом переживает свою собственную жизнь. И эта жизнь начинается с момента, наверное, задумки дома, потом выбирается место для того, чтобы его построиться, совершаются определенного рода обряды для того, чтобы выбрать это место, правильное место. Речь, конечно, идет в первую очередь о традиционном доме, а не о тех небоскребах, которые наполнили, к примеру, Москву. Затем совершаются обряды по выбору строительного материала для дома. Само строительство очень долго сопровождается, обряды, связанные с непосредственным заселением в доме. Ну и, в общем-то, дом принимает активное участие в жизни его жителей. И даже когда жители покидают свой дом, он продолжает жить, своей жизнью. Более того, вот, допустим, в Забайкале, ну, среди старообядцев, я думаю, что это не единственное место такого обычая. Люди, уходя из дома, обязательно оставляли там икону, чтобы хотя бы те, кто потом придет в этот дом жить, значит, они видели, что дом как бы не совсем пуст, а его населяют добрые силы, они его не покинули. Но даже тогда, когда дом уже прекратил свою, в общем-то, такую реальную жизнь, он, пожалуй, наверное, продолжает существовать в памяти людей. И сейчас, ну, во всяком случае, вот есть такие проекты, когда исследователи пытаются построить ментальные карты, опираясь на воспоминания жителей каких-то исчезнувших уже с лица земли деревень, вот, когда они приезжают, уже старые люди. Я знаю, что такой эксперимент, в частности, проводился в Институте культурно-природного наследия на Русском Севере, когда приезжали на остров, брали с собой уже последних жителей, и они ходили по этому острову сквозь буреломы, сквозь, значит, траву, которая заросла в этот остров, значит, по тем улицам, и вот, зная, где находились те или иные дома их соседей, их собственные дома, хотя в реальности, конечно, уже там ничего не осталось. Ничего не осталось. Это вот такая долгая жизнь дома, и этот дом, без сомнения, он живой, и он переживает свое, как бы, и рождение, и смерть. Мне бы хотелось вот сегодня обратить внимание немножко на другую проблему. Она, скорее всего, имеет такой характер этнологический, чем, собственно, фольклористический. И вот название моего сегодняшнего сообщения такое «Путешествие дома», семиотическая трансформация образа дома. И я хочу, конечно, обратить внимание на те дома, которые уже перестали жить своей естественной жизнью, а приобрели жизнь некую совершенно иную. Речь, в первую очередь, наверное, должна идти о музеях под открытым небом. Вот наиболее известный такой музей – это, конечно же, Кижи. Он, наверное, самый, я не знаю, с точки зрения истории, но он, пожалуй, самый старый у нас в России. И вот здесь есть несколько снимков, которые показывают, так сказать, Кижи. Всем это прекрасно знакомо, наверное, многие из вас там уже бывали, а если не бывали, то советую туда съездить. Это вот фотография, значит, мы посетили Кижи во время экспедиции в прошлом году вместе со студентами РГГУ. Туда, конечно, перевезены очень много домов с Русского Севера. И, конечно же, для этих домов этот переезд явился фактом, который способствовал их сохранению. Потому что их заново переложили, их заново, значит, фактически отстроили, используя, в первую очередь, основу, на которой они были выстроены. С другой стороны, какие-то старые элементы дома были заменены. Но вот все-таки отношение к тому, что были перевезены туда некоторые объекты, может быть, это, конечно, касается не собственных жилых домов, значит, да, а в первую очередь, ну, вот таких объектов культовых не очень положительны со стороны людей тех мест, откуда они были перевезены. Потому что, конечно же, вот культовые объекты, они концентрировали, наверное, на своих, там, где они находились, в них концентрировалась духовная жизнь. И, тем не менее, конечно, вот эти дома уже продолжают жить своей собственной жизнью. Правда, эта жизнь, она уже оторвана от, как бы, от собственного быта, потому что это дома-музеи, туда свозится все, что возможно по каким-то, значит, другим деревням, значит, да, и для того, чтобы просто посетитель мог представить себе общую картину, кто и как, значит, как здесь, как здесь, это образ того, как здесь жили. Но, конечно, самой здесь жизни, без сомнения, нет. И вот отсутствие жизни заставляет вообще, вот, руководителей, я думаю, этих музеев наполнять вот такую жизнь. Вы видите, в данном случае в доме сидит такая замечательная красивая девушка, которая в старинном русском платье изображает там работу на веретине. Вот, а одно из таких вот, да, вот еще один пример, то, что, как бы, наполнение вот этой жизни самого всего этого пространства... Это Кижа? Да, это все-таки Кижа, значит, да, это вот кузнец, который, значит, используя кузницу, в общем-то, и показывает ее, демонстрирует посетителям и, возможно, что-то изготовляет. Кроме этого, одной из очень важных функций Кижи, это просто, как бы, там, проведение каких-то праздников, вот, конференций и так далее. То есть, фактически, это уже жизнь дома, но уже жизнь не бытовая, а жизнь совершенно иная, которую можно было охарактеризовать как жизнь праздничную. Вот это музей под открытым небом уже совершенно в другом месте. Это Грузия, недалеко от Белиси тоже построен музей под открытым небом, и вот там удалось, благодаря активному участию Тамары Церетели, которая здесь присутствует, побывать там буквально месяц назад. Ну, вот там наверху, это, значит, дом-башня, который перевезли туда из Сванетти. Действительно, вот в Тбилиси подошли к созданию этого пространства, так сказать, по-особому. Они привезли туда дома из разных регионов Грузии, из Грузии горной, из Грузии, значит, находящейся в таком, значит, возле моря и так далее, значит, да, и тоже наполняют это пространство. Ну, вот это примеры этих домов, здесь не очень хорошо видно, вот в этом доме есть столько интерьер, который, точнее, даже не интерьер, а элементы дома, которые вот обращают на себя внимание, а сам дом пуст. Но есть и дома, которые наполнены вот различного рода предметами, значит, вот это кресло главы дома, который там должен сидеть рядом очаг в центре, вот, это тоже замечательный дом, который тоже был перевезен туда, но там находится вроде бы администрация, а сам этот дом отличается вот такими совершенно резидными колоннами, изучение которых можно представлять вот такой особый интерес, там даже есть тромпоморфные фигуры. И этот дом, и вообще это как бы пространство, оно тоже предназначено для туристов, для посетителей, и там по рассказам работников музея также устраиваются различного рода праздники, то есть, собственно говоря, этот дом, жизнь этого дома, она имеет такой праздничный характер. Сейчас я вам покажу немножко вот другой музей под открытым небом, это, значит, Забайкалье, это Улан-Удэ, и вот на этих картинках представлены дома, перевезенные туда из семейских деревень. Но вот такого типа дома нигде в Забайкале вы уже не встретите, конечно же, этот дом, который явно сохраняет традиции строительства домов русского севера, и который указывает, что переселенцы сюда были и из русского севера. Сейчас, конечно, многие дома, которые, допустим, были построены даже в конце 19-го, начале 20-го века, они очень маленькие. А что, высокий подклеточек? Да, 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 высокий подклеточек, да. Вот здесь также представлен интерьер дома. Вот хочу обратить ваше внимание на вот эти, значит, домовую роспись, одна из характерных особенностей старообрядческой культуры, которая сегодня в быту, к сожалению, почти не сохранилась. Также вот интерьер, значит, показывающий быт старообрядцев, и культовые сооружения. И, конечно же, вот в этом музее под открытым небом сохранилась единственная настоящая постройка старообрядческой церкви, потому что все церкви, которые существуют сегодня в Забайкале, это уже церкви новоделы, построенные после 2000-го года. Но известно, что Забайкалье, конечно, это край, в котором живут не только старообрядцы, но и другие народы. И вот в частности на этих фотографиях представлена экспозиция, показывающая быт и дома кочевых народов и венгров. Вот. И это пространство также используется в качестве праздника. Вот здесь представлен праздник, так называемый Бальдёр, когда ивенки всего Забайкалья-Прибайкалья собрались туда и вот отмечали, как бы говорили о своей культуре, о своих проблемах, о своих традициях и так далее. Вот. Надо сказать, что в музее под открытым небом их особенность в том, что они, конечно же, используют дома, которые уже существовали когда-то. Вот. Привозят туда и меняют их специфику в том смысле, что они перестают быть жилыми домами, а становятся домами для праздника, для просвещения, для, значит, для знакомства с культурой. Но есть и иные проекты. Вот, значит, если вот музей под открытым небом, их задача, в общем-то, сохранять образ дома, давать им, собственно говоря, новую жизнь, но жизнь уже вне традиционной культуры, а как-то интегрировать его, эту жизнь, этих домов в наше пространство, в бонизированное пространство, то появляются проекты, которые, собственно говоря, традиционные дома выстраивают заново. И один из этих проектов, он, в общем-то, находится недалеко от нас. Это проект, так называемого, этномира. Дело в том, что, я думаю, что многие, конечно, из вас слышали, что на границе между Московской и Калужской областью, Боровском районе построена этнодеревня. Этнодеревня. И там, в общем-то, выстроено достаточно много. Но планы у организаторов этого бизнес-проекта, он вообще имеет руководитель и директор, и вообще вдохновитель этого проекта, достаточно известный бизнесмен в городе Москве. И проект, как вы видите, очень огромный. Здесь предполагается выстроить этнодворы со всей планеты. Здесь представлены и Австралия, и Азия, и Африка, и Европа, Россия, Северная. Это все будет там. Это все будет там. И даже нарисована карта, примерно, кусочек карты. На этой кусочке карты видно русское подворье. Вот это дом-башня Северного Кавказа. Здесь вы видите и азиатские дома, это явно что-то связано с Китаем. Здесь есть на этой карте юрты и так далее. Здесь есть какая-то Италия и все прочее. И вот здесь представлен... Всего этого проекта реализовано не очень много. В первую очередь было... И организаторы, они в первую очередь построили юрты. Привезли юрты из, по-моему, из Казахстана. Я сейчас точно не помню. Построили юрты оттуда. И привезли индейские типи. И это наиболее функциональные дома. Они действительно... Индейские? Да. Нет, индейские. И вот юрты, они оказали индейские типи. Индейские? Да, индейские. Я бы хоть телевизор услышал программу, где плакать всем жить в юрту. Так это связано. Вполне возможно, что с этим связано, потому что сюда можно приехать. И за определенную плату снять себе юрту. Они есть маленькие, есть большие. И пожить в себе свое удовольствие. Причем тебе будут готовить еду, связанную с той или иной традицией. Проведут какие надо ты хочешь, обряды, обычаи и так далее. Наиболее реализованным оказалось... Да, вот это пример русского подворья. Оно сейчас строится. И вот здесь, конечно, достаточно любопытно читать на сайте вот те аннотации, которые пишутся каждому этому подворью. Ну вот русское подворье, значит, да, оно примерно следующее. Сейчас, одну секундочку. Да, да, да. Этнодвор. Не очень здесь хорошо видно. Ну, короче говоря, помимо офисных помещений, значит, вот этот русский дом, он вместит в себя, да, 37 номеров с рестораном русской кухни. То есть это гостиница и русская кухня. Значит, конференц-зал, помещение для кофе-брейков. Вот, и так далее. Ну и общая площадь достаточно приличная. Значит, создан музей русской печи. Обратите внимание, значит, вот эта вот русская печь, которая построена. Это как бы уникальное сооружение, которое единственное в мире. И вот на сайте примерно пишется следующее, что музей русской печи – это комплексная экспозиция, которая образуется зданием печи. То есть это как бы вообще и не дом. Но можно там и, значит, зайти в эту печь, посмотри, как она из себя устроена, и более того, провести ночь в музее. То есть в ночь в этой печи. Значит, услуга, да. Да, услуга, ночь в музее. Можете провести как бы рядом с музеем две избы – уральская и калужская. Значит, да. И опять же, здесь, значит, и музейная экспозиция, и условия для проживания. Проведя в избе сутки, вы погружаетесь в мир славян. Прошу обратить внимание. Значит, и сможете самостоятельно истопить печь, посидеть на деревянных лавках, поспать на печной лежанке и умыться из рукомойника, сварить кашу в чугунке и понять, как далек мир современного человека от крестьянского быта вековой давности. Ну, конечно, какого славянина, вот тут подразумевается, вообще понять достаточно сложно. Вот это как бы как раз аннотация ночью в музее. И также там предполагается, что построить, значит, примеры домов русских поселений в Сибири и на Урале. Значит, Сибирь здесь, значит, огромная, и тут как она будет там представлена, достаточно сложно. Карелый русский север тоже предполагается построить, Сибирь и Дальний Восток и так далее. Северный Кавказ и все прочее. Но надо сказать, что каждый из этих этнодворов, он как бы сегодня представлен очень типично. Меняется только название этнодвора. То есть на территории этнодвора планируется построить два или три традиционных дома, причем с каких регионов, так сказать, пока непонятно. Ну и которые будут представлять уникальную самобытную культуру поселения. И кроме этого музей, мастерская, гостиница, конференц-зал, кафе, ресторан, национальная кухня, этномагазин, апарт-отель. Я, честно говоря, не знаю, что такое апарт-отель. Собственно говоря, жилой дом. И вот то же самое относится к Северному Кавказу и так далее и тому подобное. То есть вот это такой бизнес-проект, который вот этот праздник и отсутствие быта в этом доме превращает на совершенно новом этапе вроде бы и в жизненное пространство. Потому что есть гостиница, а с другой стороны, конечно же, это один из таких современных способов развития туризма и получения определенной прибыли. Хотя, значит, вот как указывают руководители проекта, конечно, они ищут спонсора, потому что проект, даже по тому описанию, который вы видите, он очень грандиозен. Значит, на мои возражения относительно того, что кто сюда пойдет, кто сюда поедет смотреть, конечно, настоящий дом, допустим, там, я не знаю, северно-кавказский, нужно смотреть на Кавказе. Или, значит, карельский дом нужно смотреть в Карелии. Значит, на что я получил очень вообще грамотный и безупречно в ответ. Не у всех есть деньги ездить в Карелию и на Кавказ. А сюда можно приехать, посмотреть и увидеть там, как живут люди. То есть, фактически, это действительно очень такая важная образовательная функция. Да, важная образовательная функция. Но, конечно же, я на этом закончу свое небольшое сообщение и обращу внимание, что, на мой взгляд, это очень любопытная на самом-то деле тема для исследования. Потому что очень любопытно, кто строит и как строит. Но кто строит сегодня там, я видел. Это в основном представители гастарбайтеров. И я думаю, что никаких обрядов по строительству связанных там не происходит. Но все-таки возникает какая-то своеобразная культура в связи с этим. И, конечно, тут очень любопытно посмотреть, кто посещает подобного рода музей. Это не просто туристы, что они ощущают, находясь в этом доме. Тема такого технологического характера, мне кажется, была бы очень любопытной. На этом все. Я думаю, что было бы интересно, если бы мы решили развить эту сторону исследований, было бы интересно, конечно, дать сравнительное описание. Все-таки замечательное собрание домов под Ригой в Латвии. Очень хорошее собрание в Эстонии, в Виталии и в Литве. Вот я думаю, что в этих трех странах нам было бы очень интересно. А может быть, можно связаться с этим центром, чтобы он как-то помогал, скажем, вам ездить, чтобы дать... Ведь для них тоже полезно будет, если мы будем иметь сравнительное описание каждого из таких собраний в разных местах. Из того, что меньше известно, я бы хотел также обратить внимание на то, что на окраинах Сухуми в Нижней Эшере есть такой опыт. Я не знаю, в каком он сейчас состоянии после всех несчастья Абхазии, но там был довольно хороший опыт воссоздания традиционной абхазской... абхазского дома, абхазской столовой. И как раз рядом был ресторан. То есть была довольно похожая идея совмещения музея с туризмом. Причем это место Нижней Эшеры очень интересно потому, что оно расположено близко к абхазскому Стоунхенджу, к тому месту, где отец бывшего президента и моего аспиранта Ардин бы нашел круг таких ритуальных камней. Тоже, собственно, в Нижней Эшере. То есть, на самом деле, там получилось так, что есть остаток этого древнего ритуального места и над ним эти новые сооружения. Так что было бы интересно все это описать. Я думаю, что при теперешнем интересе к Абхазии вот эту часть нашего проекта, наверное, мы могли бы с поддержкой каких-то государственных инстанций сделать. Я так подозреваю, что есть, конечно, некоторые промежуточные формы. Потому что промежуточные формы между таким жилым домом и домом-музеем. Во всяком случае, в тот регион, куда я поеду, по рассказам я слышал, что построен семейский дом на севере Байкала. Как известно, граница расселения семейских на север за Байкали доходила всего лишь до Баргузинской долины. Их дальше не было. Но, как мне рассказывали, одна из семей переехала туда. И для того, чтобы как-то выживать и привлекать туристов, а Байкал сейчас очень популярное туристическое место, они построили там семейский дом. Встречают, как по рассказам, гостей с гармошкой, с семейской едой. И одновременно здесь же и живут. Это для них и место музея, и место жительства. Ну, это то, что в западной культуре это привлечение у нас самым точным образом воспроизводит. Из того, что вы рассказали, мне кажется, очень интересна эта проблема кузницы и кузнецкого дела, которая, конечно, связана с древними домами. И, опять-таки, на Кавказе есть довольно большой современный материал, который можно исследовать. И довольно много сделано в этой области. Так что можно было бы подумать, в какой степени можно реконструировать древние кузницы при каких-то древних домах. Я думаю, что это из таких интересных областей прикладной этнологии, прикладной антропологии. То есть мы же не просто можем изучать то, что было и то, что ушло, но и пытаться это сохранить и отчасти реконструировать. Хорошо, уважаемые коллеги, тогда мы с вами приступаем к третьему пункту нашего сегодняшнего заседания. Это презентация раздела «Дом в языке и культуре» в научном... А, есть вопрос, да? Во-первых, была давняя царская традиция во времена Петра I, по-моему, в 1421 году. Со всех жителей, населявших Российскую империю, в Петербург съехались представители, построили свои дома. И там в своих костюмах они встречали царя. Вот это очень похоже сейчас происходит. А второй вопрос я хотел просто спросить, как происходит смерть дома обряда? Очень интересный вопрос, и я как-то не готов ответить на него, потому что, ну вот, уходят жители, дом пустее, то он как бы разрушается. Вот, какие-то части, какие могут перевозиться, разворовываются и использоваться в других постройках, соседями там или еще кем-то. Вот, ну, никаких особых обрядов по этому поводу не происходит. Единственное, наверное, может быть, в каких-то экстремальных случаях, это когда, если, допустим, жители совершают самосожжение. Вот, это может быть, пожалуй, ну, это, конечно, не обрядовая визничь, да, но, допустим, для периода раннего старообрядчества, это, как бы... Заколачивание... Да, ну, может быть, да, а может быть, заколачивание... Но это не смерть дома, понимаете, это, как бы, вот вы покинули, и здесь, как бы, сам это заколачивание двери, оно, может быть, выполняет в какой-то степени, может быть, неосознанно охранительную функцию. Это не смерть дома, а вот... Это явно была какая-то традиция, когда приехали проверяющие царя, когда он дал наобрат, они выехали, он у них на глазах просто жёг этот дом, потому что сказал, что в этом месте никто больше жить не будет. Ну, вот, видимо, шляжь, да, не думаю, это и без жильцов. Нет, да, так. Вот у мануэльских старообрядцев, на которые пирог фенитского согласия, у них есть как раз вот этот вот случай, когда они прощаются с домом, то есть когда возникают ситуации, и они вынуждены уехать из этого места, они действительно устраивают пожары, действительно устраивают прощание, и пекут очень своеобразный пирог, то есть на прощание. Они пекут пирог из клюквы, со смоклой, делая такую кровавую начинку, и бедрожилое тесто, и там целый ритуал. Вот это вот с ним дома именно уральский старообрядцев. Ну вот, в дереве какие-то очень экстремальные вещи, связанные с жизнью и с ответом. Ну, и при этом дом сжигается, да? Да. Вот всё-таки и там, и там мы видим сжигание дома. И я хочу, конечно, обратить внимание, что это не стало силой. Ведь это делают сами жители, которые жили в этом доме. То есть всё-таки это не то, что кто-то враждебный, а какой-то обряд совершает, да? Или же просто дом сам по себе исчезнет, да? То есть это вот жители, и, конечно же, это очень важно. Но такая тема, она без сомнения очень интересная. Почему они даже ритуальные, извините? Они даже ритуальные вещи, честно говоря. То есть всё, что связано даже с какими-то захоронениями. Вот, например, сейчас, из частного района же появляется страшная трофейка. На месте захоронения старца собирается ставить православную часовню. Вот. И на этом поле у старообрядцев возникает опять радикальная идея. То есть они хотят сжечь вот это вот место и сжечь так, чтобы на нём строить было ничего невозможно. То есть это у них традиция. И это, этим делом сейчас занимаются 20-летние ребята. И не из вам, не из сооружения мандализма, и из сооружения вот именно сохранить своё место, обеспечить охрану, чтобы никто не ходил больше к каким-то словам. Знаете, очень интересное, конечно, литературное отражение этого, в частности, Эдгара По, «Дом Эшерфа», то, что на Мандельштаме говорило, что не о доме Эшерф, Эдгара Глеров, дело Арфа. В начале этого прозаического текста Эдгара По есть стихотворение об этом замечательном строении. То есть По интересовался и тем, как думительно было первоначально это знание, и тем, как оно разрушается. Это можно, если хотите, вот такой мифопоэтический архетип, который, вероятно, можно найти в литературе и дальше. Вы знаете, у меня дополнение. Возникла тоже литературная ассоциация. Это повесть Распутина «Матёра». Это первое, что возникает. Но там целая деревня. Деревня погибает, но «Матёра» обрежает дом к погребению, если можно так сказать. И весь этот ритуал очень подробно и описан, и потом в экранизации представлен во всех подробностях. И это, конечно, производит впечатление каких-то архетипических вещей, связанных с традиционной культурой. Я думаю, что было бы интересно дать описание и фильма тоже. Хотя фильм немножко отличается по тому, как это сделано, но было бы интересно сделать это, может быть, для нашего корня, как такую литературную кинемографическую. Вопросы, комментарии. Если можно, ещё и вопросы, и комментарии. А если дом вдруг оставлен, и в нём возобновляется жизнь, какой-то дополнительный обряд происходит? Вот этого возобновления. Ну, в всяком случае, связанные с тем, что люди просятся в дом, это обязательно. Обращение к домовому в этом случае происходит и в гряду. Но происходит для освещения этого дома, но, сказать, очень сложно делать. Да, конечно. Просто, по-моему, поставили вопрос о том, можно ли отменить предшествующий ритуал. По-моему, очень интересный вопрос. Например, у меня есть один известный в буддийских московских кругах друг. Вот он у меня спрашивает, а скажите, а вот как распрягают в православии? Я говорю в православии, собственно, не распрягают. В православии это делается очень нервно, тихо, даются грамоты и всё. В православии никого не распрягают. Постригают, постригают, расстригают, не распрягают. Вот вопрос о том, можно ли отменить ритуал? Нет, дело не в том, что можно отменить ритуал, дело в том, что когда освещение, ну, к примеру, если церковь была сквернена, то её заново освещают. Поэтому можно допустить, что и дом тоже новые жильцы могут освещать. Мне кажется, есть аналогия разрушения Трои, когда солдаты её снесли и потом ещё солью засыпали, чтобы ничего никогда не росло и не жило. И ещё я хотела запомнить. То место, которое остаётся после сольжёного зона, называется стойка. У райских староверцев. И этой стойке присваивается имя хозяина дома. То есть стойка со хлебой, допустим, и так далее. Вот такая интересная вопрос. В дополнение коллеги есть метафизика места, вообще говоря. Дом, строго говоря, нельзя перенести. Если бы среди нас был хоть один архитектор, он бы сказал, что это чудовищное извращение. Вот эти музеи... Архитектор сказал бы, что музеи под открытым небом такие, в принципе, извращают идею дома. Потому что, ну, с точки зрения архитектуры, это он вписан в ландшафт, контекст архитектурный и так далее. Но есть ещё и метафизика места. Архитектор каким-то, так сказать, десятым чувством должен быть. Я абсолютно согласен, потому что у меня ощущение посещения. Уничтожение дома связано с этим отношением к месту и с первым действием у нас тут. Да, да, да. Совершенно секулярно закладка первого кирпича и так далее. Даже совершенно секулярно закладка первого кирпича и так далее. Ну, что мы говорим? Тогда, наверное, следующую, наш третий. Да. Значит, ещё раз я начну. Итак, мы презентируем рубрику «Языке и культуре», которая опубликована в научном альманахе «Традиационная культура», второй номер, 2009 год. Значит, альманах издаётся Государственным республиканским центром русского фольклора. Руководитель, я думаю, вы многие знаете, это Карген Анатолий Степанович, и он руководитель вообще данного издательского проекта. Ну, а вот я, пользуясь некоторым правом как главного редактора этого альманаха, вот я предложил такую рубрику. И, значит, большая половина статей в этой рубрике – это доклад наших семинаров. Ну, представлю здесь, что рубрику открывает, ну, небольшое вступление, в котором рассказывается о нашем семинаре, и дальше идёт статья достаточно очень хорошо известной исследовательницы Петрозаводска Криничной, «И стены в доме помогают к вопросу о пересценификации границы жилища в северно-русской мифологии». Затем статья такого лингвистического характера «Дзякова и Хитрова» «Название жилых и хозяйственных построек в старинных воронежских документах и современных горах». Затем статья «Пригарина» «Жилище и его место в структуре строительных обрядовых практик Липова на Дунае». Статья «Феденок» Юлии «Трансформация структуры пространства дома в локальных этнических группах». И вот Юлия Феденок, она присутствует сегодня у нас на семинаре. Статья Назаровой «Памирский дом в контексте культуры». Статья «Церетели» Тамары «Жилые комплексы Сванетти» и Тамара тоже здесь у нас присутствует. И статья Даниловой «Выбор места жительства и символика строительного ритуала народов Саха». Ну и обе обложки, они в этом альманахе, они как раз посвящены дому. Здесь есть дома из Сванетти, дома Липованские, дома Болгарские и дома Памирские. Вот, значит, Вячеслав Василович, вам как руководитель этого семинара. Да. Значит, обязательно авторские экземпляры авторам. Намара. Доклады, заметьте, что часть. И можно посмотреть. Сланских терминов, которые есть здесь, вот тут последние статьи, они соответствуют тем, которые я приводил в частности. Вот этот хадский термин «Варлдом», он имеет соответствие в одном из исландских терминов. Так что вот эта кавказская часть, картретская часть этого описания, она некоторым образом соответствует тому, что я вам рассказывал. Я подробности не излагал, только сказал, что сама она представляет интересно. Вот в статье вы найдете термины типа «гвэлл», где можно выделить эту «гвэлл», похожую на хадское. Спасибо. Спасибо. Ваши полевые там, наверное, можно считать работу массовой семинары. Значит, в следующий раз мы встречаемся, я, к сожалению, без вас, но будем слушать ванбака и такую более литературную часть послушаем. Так что если у кого-то есть идеи более литературного характера, то подумайте, может быть, может что-то, поговорим в следующий раз об этом. А в сентябре мы, вероятно, продолжим ваши полевые данные. И вообще на сентябрь-октябрь есть еще тема одного доклада, который связан с Домом в Африке. Это женская настенная живота в северо-западной Африке. Большое спасибо.